есть у меня две вот такие копеечки одна медная на серебряная причем если медные копейки еще хоть как-то после 1717 года продолжали выпускать а вот век серебряных чешуек как раз этим годом и заканчивается буквально в 1718 году январе этим серебры серебрушки прекратили штамповать и пошли общеевропейского образца вот такие вот монетки круглые медные вот как бы вот такие вот как бы конец монетной реформы петра великого вообще прежде чем монетки положить обратно в коллекцию хотелось бы вспомнить чего хорошего у нас происходило в россии в истории россии в мире за 1717 год как раз тот год которого в котором эти монеты были выпущены случилась экспедиция берковича черкасского хивинское царство в 1717 из южной части казанской губернии было образовано новое астраханская губерния указ о проведении подушной переписи в 1717 по 21 год учреждение коллегий в декабре 17 года петр ввел вместо действующих приказов новые ведомства коллеги уже через год появились и коллеги чужестранных дел юстиции воинская адмиралтейская ревизион бюджетная берк и мануфактур промышленные и другие коллеги присуществовали до 1802 года когда их заменили министерствами это уже при александре первом по указу 20 ноября 1717 в петербург переселены были самые именитые купцы архангельска в 1717 подводы были разделены на почтовые емские и те и другие разрешено было брать частным лицам с двойной платой против проезжих показенные надобности предложение парижской сорбонны а соединение церквей было вежливо отклонено в мае 1717 царевич алексей прибыл в неаполитанский замок сын эльма здесь застали его посланной царем петр толстой александр румянцев и вот несмотря на опасения царевича толстому удалось уговорить его ехать обратно в россию причем во время возвращения алексей петрович получил разрешение жениться на нефросине федоровне но за границей а вот после по вступлению в пределы россии для того чтобы было меньше стыда вот там за границей ими разрешили венчаться в 1717 1500 казаков участвовали в хивинской экспедиции князя бековича черкасского и оттуда почти никто не вернулся в омске крепость истобольская истобольская был присылан чертеж о строении омской крепости за омью рекою и дворов в линию под руководством майора оксакова началось возведение крепостных построек в самаре в 1717 по указу петра первого сергиевские минеральные источники курорт такой вот посетил доктор готлип шобер он сделал химический анализ воды в ней наличие свободного серого водорода который может проходить в потовые скважины кожи и к здоровью человеческого тела пригоден по указу петра первого от 22 ноября учреждена астраханской губернии у нее включили самару в составе симбирского уезда царицын город царицын передан в состав вновь созданной астраханской губернии так из того что было так занятие русскими войсками острова готланд появление тайного общества масонов посещение петром первым париже случилось в этом году вместо севильи единственным испанским портом была разрешена торговля с американскими колониями становится кадис испанцев захватили остров сардинию царевич алексей петрович бежавший в вену вернулся в россию патент оборщине в чехии уточнял содержание патента 1680 года янтарная комната 13 января пришел на в дар государю петру первому прусским королем 1 февраля созданы 7 речи посполитой для выдвижения условий королю августу второму семь получил известность благодаря тому что продлился всего один день он вошел в историю как немой потому что король принял выдвигаемые требования вывод саксонских войск расширение полномочий сейма сената ограничение личной власти короля ограничение численности наемной польской армии практически без единого слова к такому решению его склонила российский царь петр первый в итоге шляхта укрепила представительские органы власти в стране а по абсолютизму был нанесен ощутимый удар немой сейм явился непосредственным результатом деятельности торноградской конфедерации который представлял собой магнатско-шляхетский союз защищавший свои сословные и национальные интересы 15 февраля в петербурге впервые напечатаны юности честные зерцала 1 на руси детская воспитующая книга ставшая отражением государственной политики петра в деле образования юного поколения дворянства 6 марта екатерина первая алексеевна объявлена царицей в апреле волнение в висфахане в восстании городской бедноты хан вынужден временно покинуть столицу 16 мая вольтер был посажен на год в бастилию 24 июня 4 масонские ложи в лондоне провели учредительное собрание и образовали первую великую ложу лондона и висминсера эту дату многие исторические исследователи упоминают в качестве времени основания движения сикулятивного масонства 6 августа петр первый собственноручно заложил первый камень в основании новой церкви во имя исаакия долмацкого это 2 исааковская церковь в санкт-петербурге первая к этому времени обещала 2 исааковская церковь строилась по проекту видного зодчества петровской эпохи маторнови находящийся на службе санкт-петербурге церковь строили на берегу реки нева там где стоит теперь памятник петру первому медный всадник 15 августа русское царство пруссия франция заключили между собой так называемый амстердамский договор о мире франция обещала посредничать между россией и швецией и обязалась отказаться от союза с швецией 16 августа австрийская армия евгений савойского разбила туристские войска при белграде австрийская армия заняла все-таки белград так указ об образовании самостоятельной астраханской губернии крупнейший по своим масштабам набег крымских и кубанских татар на нижней по волжи в результате которого были разграблены царицын саратов и другие города кубанские татары и и крымские и крымские так были открыты знаменитые источники кавказа хивинский хан убедил беркович черкасского разделить свои силы на несколько частей русские отряды подверглись нападению и были вырезаны договор пешвы балладжи с моголами идилийское правительство признало замаратхами кроме чаута право на добавочный 10-процентный сбор в декане из тех кто родились в этот год 25 ноября родился александр петрович сумароков русский поэт драматург актер ну что ж на этом пожалуй все все что я могу сказать про 1717 год спасибо за внимание до свидания